Эта история положит начало другой истории для российского государственного архива кино и фотодокументов. Впервые за 75 лет его существования Иволгинскому датсану передали уникальные кадры 300-летия дома Романовых в 1913 году и архивные материалы буддистских датсанов Бурятии с 1933 по 90-е годы прошлого века. Хотя Гавжалама признался, что имен многих сокурсников уже и не помнит. В 70-е годы их было около 40, а в дальнейшем многие стали настоятельными датсанов. Как отметили ламы, причина рождает следствие. Феномен пандиду Хамбу-Ламы и Тегелова и есть эта причина. Мы пошли по тому списку, который был воспроизведен в его биографии, которая была написана его учеником. И там было написано, что Хамбу-Ламы и Тегелов участвовал в 300-летии дома Романовых. И вот он преподнес подарки. Это был там. То есть очень подробно. Поэтому мы обратились в российский архив кинофотодокументов. И с 2004 года, вот все эти 8 лет, мы очень дружно с ними работаем. Один метр архивной киноленты стоит 200 долларов. А сотрудники архива просто подарили эти бесценные материалы, как подношение пандиду Хамбу-Ламе и Тегелову. Это такая объединяющая идея. Феномен появился здесь, но привлекает к нему умы, мозги, эмоции всего окружающего мира. Это хорошо. Я сидела сзади зал, и я слышала вот шум, когда люди кого-то узнавали вот в кадре, да, в такой небольшой шум. То есть, понимаете, я же повторюсь, что не только информационная насыщенность, но еще и на эмоции этот документ действует. И мне приятно, что вот эти эмоции рождались, люди узнавали кого-то в кадре. И это только начало новой истории широкого сотрудничества российского кино и фотоархива с Бурятией. Ведь уникальные кадры и Тегелова, преподносящего дары на 300-летие дома Романовых, еще не найдены. И эту работу еще предстоит провести. Анастасия Лисова, Виктор Немаев, Новости дня.